Евросоюз приступил к подготовке седьмого пакета санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Это не идеальный пакет. Есть какие-то исключения. Всегда есть какие-то компромиссы, но мы продвинулись колоссально вперед. Я думаю, что это один из величайших успехов польской дипломатии за последние годы. Основными направлениями ограничений должны стать газовые поставки из России и расширение списка банков, которые отключат от SWIFT. Все знают, что самые большие деньги на финансирование своей военной машины Россия получает именно из торговли нефтью и газом. В седьмом пакете санкций не будет газового эмбарго. Но, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ответственный эмбарго в дальнейшем будет. Просто некоторым странам, которые критически зависят от российского газа, еще предстоит найти определенные технологические решения. Глава МИД Украины добавил, что когда слышат от некоторых партнеров невозможность газового эмбарго против России, то спрашивают их о том, как они планируют сделать зеленый переход. У вас официально политика Европейского Союза отказаться стратегически от любого газа, не только российского. Здесь они все умолкают, потому что понимают, что это просто лицемерие и очень слабый довод с их стороны. Также, по словам Павла Яблонского, необходимо ввести запрет на поставку и использование технологий для промышленности. И не только замораживать российские активы, но и конфисковать их. Мы должны отрезать Россию от источников получения денег, конфисковать все имущество, все активы, которые мы сейчас замораживаем. Не только для того, чтобы она их не вернула, но и для того, чтобы их можно было использовать для поддержки Украины в обороне и восстановительных работ. Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину становится почти полностью изолированной от мира. Из-за санкций, которые вводят против страны агрессора, Украина быстрее идет к победе, а Россия к расплате.